Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Витарган177 Сегодня у нас будет первый урок по редактору карт игры SnowRunner Наверное даже долгожданный урок, он будет далеко не первый и далеко не последний То есть это будет урок первый, но он будет далеко не последний На самом деле в редакторе есть чему поучиться Особенно это касается именно плагина по созданию всех различных контрактов, миссий, поручений К этому мы тоже с вами придем, но со временем Было голосование в моей группе и собственно говоря на основании этого голосования будем идти поочередно На первом уроке мы с вами будем сейчас выяснять где же находится сам редактор Нужно ли его скачивать отдельно Сразу отвечу, скачивать отдельно его не надо, он уже находится вместе с игрой в одной папке И давайте собственно говоря его найдем Значит не знаю у кого где игра установлена, но рекомендую именно туда и пойти То есть то где у вас игра установлена У меня это значит мой компьютер Открываю, захожу в документы Здесь далее у нас идет путь My Games Обращаю ваше внимание ребят на то, чтобы именно регистр был именно в таком исполнении Именно в такой буквы начинались именно с большой буквы Да, My Games именно с большой буквы В противном случае вот как у меня было У меня не работали рефы, потому что у меня было все в нижнем регистре То есть маленькими буквами My Games было написано Заходим в папку My Games, далее идем в папку SnowRunner В папке SnowRunner я сюда установил игру Посему у меня здесь также создана папка SnowRunner Игрой уже создана Далее мы заходим с вами ENUS Ребят, хочу также сказать в самом начале еще самого первого видео Что называется Произношение английского языка у меня не очень хорошее Где-то я буду читать ровным счетом так как мне комфортно Но при всем при этом я буду стараться, чтобы вам было понятно Здесь мы заходим в папку Sauruses Да, заходим сюда И собственно говоря вот она эта папка BinEditor Что я вам рекомендую сделать? Если вы будете частенько заходить в редактор Да, если вы действительно пришли на этот урок Я думаю вы хотите научиться делать карты Поэтому я хотел бы вам сразу рекомендовать Вынести ярлычок отсюда на рабочий стол Как это сделать? Давайте я свой ярлычок сейчас удалю Вот, правой кнопкой мыши Правой кнопкой мыши зажимаем ярлычок Перетягиваем на рабочий стол Выскакивает табличка создать ярлык Делаю я все это, ребят, на Windows 10 Если где-то на каких-то других Windows'ах иначе Прошу меня простить Собственно говоря, ребят, мы пока что все это дело закрываем Заходим в редактор Первый урок будет именно подтвержден тому Что как открыть редактор Собственно, да Вот, где он находится Как его открыть И собственно, как создать карту Здесь ничего не отличается от старого редактора Также правой кнопкой мыши Нажимаем по папке Prebuilt И здесь нажимаем New Tetherian И преимущество по сравнению с предыдущим редактором Так как раньше редактор в игре MadRunner Он устанавливался отдельно Нам нужно было патчить его самой игрой То есть нужно было указывать путь к самому редактору Сейчас же это делать ничего не надо Так как я еще раз напоминаю Сам редактор находится в патке вместе с игрой Поэтому Ничего, никаких там сеттинг, патч нажимать не надо Сразу переходим к названию, собственно говоря, нашей карты Здесь тоже, опять же, ничего не поменялось Начинается, значит, у нас с Level Level, да Обращаем внимание на регистр Все с маленькой буквы мы пишем с вами Далее зажимаем Shift И делаем нижнее подчеркивание Нижнее подчеркивание Это у нас где кнопочка Backspace X плюс, равно, где к ноль, собственно говоря Вот, и, грубо говоря, справа от нуля У нас этот самый, вот это самое нижнее подчеркивание Дальше мы с вами пишем, собственно говоря Название нашей карты, да Пишем здесь урок Ну, я написал урок Здесь мы далее с вами устанавливаем размер нашей карты Максимальный размер карты Это у нас будет 2 на 2 километра Ну, я думаю, для урока будет достаточно и 30 на 30, да, вот этих вот значений Ну, блоков 30 на 30 блоков Вот, и того у нас карты получается 1441, а нет, 720 на 720 Вот, то есть этого вполне будет достаточно, я думаю Ну, это у нас 1441 на 1041 равно, значит, пикселей Вот Здесь нижнее, нижнее, смотрите, ребят Ползунок, он тоже немаловажен Ну, вот, он был добавлен как раз-таки в редакторе SnowRunner В редакторе SnowRunner его не было За что же этот ползунок, ребят, отвечает? То есть у нас есть минимальное значение на этом ползунке Это единица И, собственно говоря, максимальное значение это 512 Это, так скажем, высота нашей карты То есть, если мы сделаем, да, там, сколько у нас было? 64, да? Или сколько там было у нас? По-моему, 64, да, было? Но не принципиально То есть, если вы хотите, чтобы на вашей карте были безумные виды С различными высоким ландшафтом Высоким ландшафтом именно, да То, безусловно, мы должны с вами ползунок выкрутить на максимум Если же вы планируете делать какую-то равнинную карту То, в принципе, вот этого значения 64 Его будет вполне достаточно для того, чтобы сделать нормальную Такую, знаете ли, незамысловатую карту С небольшими какими-то перепадами высот Как бы, я не знаю Ну, я, допустим, делал себе полигон Я делал там такое испытание своеобразное, да, как яма Вот, вымерил максимальную То есть, поднял ландшафт на максимальный уровень И опустил ландшафт рядышком на минимальный уровень, да И тем самым у меня получилась достаточно глубокая яма Да, то есть, от максимальной высоты до минимальной при значении 64 То есть, это, в принципе, наверное Если сравнивать с игрой Модранер Наверное, это плюс-минус так же Да, то есть, вот это значение 64 Это плюс-минус такая же высота, как было в Модранере Вот, если же вы планируете делать какую-то безумную карту Где будет высота, там, и глубина, там, грубо говоря Ваших, там, не знаю, как это назвать-то даже Ущелья и так далее, и тому подобное Какие-то высокие водопады вы собираетесь делать Или еще что-то в этом духе Безусловно, надо будет выкрутить ползунок на максимум Это будет значение у нас 512 Для обучения мне будет 64, ребят, за глаза Ну, вот, собственно говоря, мы с вами сделали Такую своеобразную основу нашей карты Выставили размер, выставили глубину, высоту нашего ландшафта Назвали ее И нажимаем кнопочку ОК Здесь нам предлагается создать наш Тетерия И, собственно говоря, все это дело у нас и создается И вот мы с вами создали нашу карту Да, то есть, это вот такой вот у нас материал Первоначально появляется какая-то такая осенняя тематика Безусловно, все это, ребят, можно будет изменить В дальнейшем С помощью добавления материалов Материалы тоже здесь работают теперь немного иначе Если сравнивать, опять же, с игрой Modrunner Так что ждите следующего урока И дальше мы будем с вами работать уже непосредственно с ландшафтом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok